Добрый день, меня зовут Воликов Алексей, я работаю с компанией Строительный двор. В данный момент являюсь руководителем группы DevOps, а также вхожу в состав команды SRI. Сегодня я хотел бы рассказать вам о том, как наша компания начинала свой путь к микросервисам, как мы познакомились с Kubernetes, с Google Cloud и как проводим миграцию своих сервисов в Яндекс.Облако. Также говорим о том, какие решения пробовали, как мы вообще пришли к тому, что нам нужно облако, как выбирали облако и как мы строим нашу инфраструктуру. Пару слов о компании, где я работаю. Собственно, как ясно из названия, наша компания занимается продажей строительных материалов. Ежедневно наш сайт посещает около 40 тысяч пользователей. На сайте можно посмотреть весь ассортимент магазинов в 17 городах, узнать о доступности товаров в любом городе, оформить заказ, доставку, также воспользоваться услугой аренды инструментов, и строительной бригады, и много других услуг. Источником данных для нашего сайта служит система SAP. Из нее интегрируются товары, остатки по товарам, также происходит и обработка заказов. Немного истории. Примерно в 16-17 году сайт строительного двора был переписан с PHP на Python, был выбран фреймворк Django. Это было небольшое монолитное приложение, которое впоследствии начало обрастать микросервисами. В основном он начал расширяться микросервисами, и тогда же начались наши первые эксперименты с оркестраторами, в попытке построения отказоустойчивости. Появился первый Kubernetes, и мы начали присматриваться к облакам. В России на тот момент облака были, но они не предоставляли все нужные нам сервисы, и мы посмотрели на таких облачных гигантов, как Amazon, Google и Azure. Ну и еще несколько облаков попроще. И остановились на Google Cloud. И вот уже 18-й год мы живем в Google Cloud, и у нас там было около пяти Kubernetes-кластеров. И в этом же году Google попадает под блокировки досконнодзора. Примерно на два месяца мы ищем, как пустить трафик в обход этих всех блокировок. И продолжаем. Продолжаем жить в Google облаке. И там уже к этому времени находятся все наши production и staging окружения. И в 2019-2020 году, имея в Google около десятка проектов, мы решили снова посмотреть на том, как обстоят дела с российскими облаками. Когда я пришел в компанию, сайт строительного двора работал на четырех арендованных серверах железных. Уже использовался Docker. Все проекты мы деплеили из GitLab с помощью NCBL. И в этом же году как раз начали появляться первые микросервисы, которые требовали изменить наш подход к построению инфраструктуры. И вот после нескольких неудачных экспериментов с Docker Swarm и Rancher, который был на то время очень сырым, мы решили попробовать разобраться с Kubernetes. Выглядел он для нас страшно, непонятно. С какой стороны к нему подходить, мы не знали. Для экспериментов нам выделили несколько также железных серверов в нашем СОДе. И вот что из этого получилось. Было развернуто девелопмент окружение. Так как у нас уже был некоторый опыт с КВМ, то вопрос виртуализации для нас отпал сам собой. Вопрос выбора операционной системы – это было КРОС, так как она являлась легковесной и не отъедала ценных ресурсов от нашего железа. Пытались строить отказоустойчивые и масштабируемые кластеры. Это у нас получалось в какой-то степени. Все разворачивалось автоматически из Cloud и NIT конфигураций. Диски виртуальных машин сначала мы размещали локально на этих хостах и потом впоследствии переехали в CEF. И так получился наш первый Kubernetes кластер, состоящий из трех мастер-нод и девяти воркеров. Для деплоя первым способом деплоя – это был баш-скрипт, в котором вызывался куб-ктл, играл на роль простейшего шаблонизатора. Мы брали манифесты, брали список переменных окружений для конкретной среды и проходили по манифесту и применяли результаты в целевом кластере. Впоследствии этот скрипт у нас эволюционировал. Сначала мы переписали его на Python, потом это вообще стал отдельный сервис, который выполняет сейчас ряд проверок в процессе CI, и через него описываются все инфраструктурные зависимости и связи с другими сервисами. И вот что мы имеем на данный момент. Стэк у нас не очень большой. Это стандартный Postgres, Elasticsearch, Redis, Rabbit. Языки программированные в основном – это Python, есть сервисы на Go, есть JavaScript и Java. Микросервисы у нас появляются и изменяются практически постоянно, и Kubernetes нам в этом помогает. Он уже очень плотно врос в наши процессы разработки. Инфраструктура сильно разрослась. Мы перешли к подходу инфраструктуры как код. Практически 99% действий сейчас мы выполняем с помощью Terraforma и Playbook of Nensible. Процесс CI весьма стандартный. Это типовой процесс, то есть он зависит от конкретно сервиса, но основные шаги – это сборка образа, сохраняем его в registry, прогоняем какие-то тесты в зависимости от стэка сервиса. Дальше происходит анализ кода в Sunderkuvi, это поиск каких-то багов, базовый анализ безопасности, и выполняется deploy через тот самый сервис, о котором я говорил ранее. Также отдельным шагом у нас есть публикация документации по API для каждой среды и каждого сервиса в наше внутреннее хранилище, где любой разработчик может посмотреть информацию по API других сервисов. И поговорим уже конкретно о Google Cloud и нашей инфраструктуре. Хоть Google и один из гигантов облакостроения, в нем тоже все не очень, есть не очень удобный момент, и вот те, с которыми мы столкнулись на своей практике. Первым это был Cloud SQL, мы сразу решили его попробовать, так как мы используем Postgres, и предоставлялась такая услуга, как Managed Postgres. Cloud SQL и Postgres очень долго находились в стадии бета, был весьма урезан функционал для Postgres конкретно, по сравнению с MySQL тем же. И долго не обновлялся он с версии 9.6. Также, кто решал использовать это СУБД, должны были готовы быть то, что они будут полноценными администраторами в своей СУБД, то есть права Supervisor не даются такие, как в обычном Postgres поднятом самостоятельно. Например, для Dump Raleigh. Dump Raleigh вы не сможете сделать, так как просто не хватит прав. Для нас это был такой критичный пункт. Также отдельным пунктом это Stackdriver. Google активно его насаждает, и даже слишком у нас были ситуации, когда в Kubernetes-кластерах компоненты Stackdriver без видимых на то причин начинали потреблять большое количество ресурсов, и на то время выключить его нельзя было. выключить его нельзя было. И на этом Stackdriver был завязанный мониторинг и логирование, которое предоставлял Google, и шел он за отдельную цену. Впоследствии возможности отключения Stackdriver появилось все же, но оно предполагает пересоздание, например, Kubernetes-кластера. Поддержка. Тут скажу кратко. Ни с одной проблемой нам поддержка Google так и не помогла, даже платная. Еще из неприятных моментов, о котором я говорил ранее, это в 2018 году к нам пришла великая блокировка. Подсети Google почти на два месяца остались недоступны, оставались недоступны на территории страны. И еще сказать о Пинге, думаю, стоит. Это до Франкфурта, это самый ближайший к нам сот Google, на тот момент Пинг составлял где-то около 80 миллисекунд при удачном раскладе, а в российских облаках это уже где-то около 35 миллисекунд. У нас такая весомая разница. И еще был такой организационный, скорее, вопрос. Нет возможности платить Google из России напрямую. То есть с получением всех документов, бухгалтерских и юридических нас устраивающих, этим занимается посредник, который предоставляет платежные документы для нас, получая за это свои проценты. Эти минусы постепенно копились, и с учетом новостей о появлении российских облаков мы решили вновь вернуться к рассмотрению этого вопроса. После сравнения всех вариантов по критериям цены и предоставляемых сервисов мы остановились на Яндекс.Облаке. Облако было в стадии активного развития и предоставляло практически все нужные нам сервисы за приемлемый ценник. ЦОДы также находились на территории страны. И весьма оперативная поддержка, которая с нами начала работать еще на этапе пробного периода и помогает нам по сей день. Самое важное, чтобы это облако предоставляло менеджер Кубернетис, и он как раз только появился. И про сам Кубернетис, наверное, можно рассказывать бесконечно. Если рассмотреть отличия его между Гуглом и Яндексом, мы особой разницы не ощутили. Я расскажу про конкретно те моменты, с которыми мы столкнулись в процессе переноса наших сервисов, как с облаком в целом, так и, возможно, с Кубернетисом. Как и в Google Cloud, не все было так прямо идеально. Мы привыкли, например, к такой замечательной вещи, как Networks Peering. Она позволяла нам настраивать маршетизацию между внутренними подсетями разных проектов, в том числе хождение трафика между бодами разных Кубернетис-кластеров. Peering использовался в связке с балансировщиками типа Internal, которые можно было создать, указав аннотации в объекте сервис в Кубернетисе. Также система ролей. Это АМ отличалась от Google. И на данный момент ведется работа по расширению функционала. Пока мы сами создаем правила Overbug в том же Кубернетисе. И нам это подходит как временное решение. И последний момент — это Firewall, который в Google был так же, как сервис. И по умолчанию закрывал все инстансы от внешнего мира, пока мы сами не решали, какой конкретно порт на какой машине открыть и так далее. С поиском вариантов решения все время нам активно помогали представители Яндекса. По их совету мы заменили пиринг на фолдер. Это сущность Яндекс.Облака, в котором была создана одна большая сеть, и впоследствии мы ее дробили на более мелкие подсети для остальных проектов. Балансировщик появился спустя примерно полтора месяца после того, как мы начали переносить наши сервисы. И, как я уже сказал, есть информация, что скоро вопросы с IAM и Firewall решатся, пока мы обходимся своими решениями. Дальше поговорим немного о нашей инфраструктуре. Почему мы так зацепились за эти балансировщики? Так как у нас есть несколько кубернетис-кластеров, надо их контролировать, нужен мониторинг, нужно логирование. И также много других вспомогательных сервисов. Все эти сервисы имеют совершенно различные связи между собой. Например, для мониторинга мы используем Prometheus. В каждом кластере и не по одному Prometheus, и они связаны именно по внутренней сети. И постоянно пишут собранные метрики в наше долгосрочное хранилище. Это VictoriaMetrics. Так как держать метрики, скажем, за пару месяцев на самом Prometheus, это такая достаточно ресурсоемкая задача для Prometheus. Сейчас мы активно внедряем решения на основе OpenTelemetry. Это также требовать сетевой доступности между кластерами, и передавать этот трафик по внешней сети мы посчитали избыточным решением. Поэтому используем внутреннюю сеть. Логи. Для логирования мы применяем Grilog. Собираем с кластеров с помощью FluentBit. И все это стекается в кластер Elastica, и потом можно посмотреть удобно через интерфейс Grilog. Для обеспечения безопасности, хранения различных логинов, паролей, секретов, токенов, мы используем Vault. Также мы сейчас внедряем кейклог для идентификации, авторизации. И повторю, что все эти взаимодействия стараемся проводить именно по внутренним системам. Несколько слов о процессе миграции. Он, наверное, покажется весьма очевидным, но, думаю, стоит о нем сказать. Еще до переезда в Яндекс.Облако мы сразу проверили наличие Terraform провайдера. Это был один из критериев выбора. И он есть, и он развивается и поддерживается. И закрывает практически все наши потребности на данный момент. С помощью Terraform и Ansible и набора Kubernetes операторов мы разворачиваем нашу инфраструктуру для проекта и встраиваем ее уже в остальную общую инфраструктуру. После прохождения всех этих пунктов мы производим пробный запуск сервиса. Убеждаемся, что сервису доступны все внешние зависимости и есть доступ к этому сервису от его потребителей. Производим снятие дампа и переносы на новую с УБД. И финальным этапом производится переключение данной записи. Опять же, повторяю, этот типовой процесс. Он может варьироваться от сервиса к сервису, но основные пункты такие. Немножко, наверное, еще стоит сказать о таких советах, может, трюках каких-то, которые мы иногда используем для переноса сервиса. Это помогают нам те самые балансировщики в сочетании с объектами сервис с типом external name. Мы можем практически бесшовно произвести перенос сервиса из кластера в кластер, просто подменив объекты в Kubernetes. Еще один инструмент, который нам помогает автоматизировать такой рутинный процесс – это external DNS. это утилита, запущенная в кластере Kubernetes, следит за изменениями объектов Ingress и сервис и автоматически обновляет DNS записи, если у вас используется совместимый DNS провайдер. И еще одним пунктом иногда приходится перенаправлять внешние запросы из кластера в кластер. То есть сервис перенесен в новый кластер, Ingress пока остается на старом, и мы используем для этого сниппеты, то есть конфигурационные сниппеты для Ingress-правил. На этом у меня все. Спасибо за внимание, жду ваших вопросов. Так, я вижу, что с Docker Swarm вопрос, что не получилось, нам он показался таким очень упрощенным решением. То есть, по-моему, у нас что-то не получалось с балансировкой трафика тогда. Сейчас я не знаю, в каком состоянии находится Docker Swarm. Мы уже даже не смотрим в его сторону. Но он нам показался не очень продакшен-ради решения. Какую базу использовать для долгосрочного хранения метрик Prometheus? Да, мы используем Victoria Metrics. Нам очень понравился этот проект. Он при небольшом потреблении ресурсов выдерживает поток метрик со всех наших кластерам. и хранит в течение двух месяцев у нас все метрики. И также быстро их отдает в графану под запросу. То есть, там можно выбрать буквально за месяц какую-то метрику. Он достаточно быстро их вернет и даже не съест ресурсов. Так, вопросов больше нет. Всем еще раз спасибо за внимание. Спасибо за вопросы.